Наши будут идти как раз в прямом эфире этого радио и также музыка во время движения. Субботним вечером центральный проспект города был отдан велосипедистам. Автомобили неспешно двигались по улице 1-й ударной армии. В Сергеевом Посаде состоялась «Вело-ночь». Десять лет назад историк Сергей Никитин и сотоварищи решили сочетать два своих увлечений – велосипедные прогулки и экскурсии. На свет появился международный проект «Вело-ночь». Путешествуют не только по России, бывали в Италии, Германии и других странах. Хотелось в Сергеевом Посаде рассказать новые истории. Возможно, старшее поколение помнит людей, о которых мы будем сегодня говорить. Молодежь впервые услышит о баррикаде Замышляеве и, наверное, даже о Бабеле, хотя он есть в школьной программе. Всех людей, которых мы выбрали в качестве героев этой прогулки, объединяет одно – у них были сверхзадачи. Им не сиделось на месте. Им хотелось всего. Вот как Флоренскому, которого интересовала и икона, и техника, и законы мироздания. Интересно узнавать новое и тем 400 велосипедистам, профессионалам и любителям, что приняли участие в необычной экскурсии. По статистике, среди участников в среднем 85% – жители города, где проходит «Вело-ночь», и 15% – гостей. Да, мы участвуем первый раз. Мы просто увидели, во-первых, по телевизору была информация интересная, а потом посмотрели на сайте и вот решили поучаствовать. Поскольку в нашем городе очень интересно. Я участвовал в Москве «Вело-ночь» и в Казани. Поэтому атмосфера сама. Я понимаю, что наш край очень богатой историей. И жду от этого, может быть, что-то узнать нового. И изучить его практически очень тяжело, наш край. Постоянно всегда что-то узнаешь новое. Ну, а спортивная держава Московской области, вообще спорт профессиональный, естественно, поддерживает любое движение велосипедное. Хорошая компания, интересный рассказ, новые места. Мы первый раз. Пока что привлекает, еще не знаем. Попробуем, разберемся. В следующий раз. Вместе покататься, послушаться, интересные вещи, побыть людьми. Маршрут «Велоэкскурсантов» прошел по центральной части города, затронув районы Красюков, Коробочка, Ферма. «Вело-ночь» – возможность взглянуть на город с новых точек. Прямая трансляция шла на волнах радио «Посад». Участники могли слушать рассказы историков, подсев на волну и подключив наушники. «Вело-ночь» в Сергиевом посаде открыла путешествие по Транссибу. Следующая станция – Иркутск, 22 июля. Оксана Мирошникова, Сергей Смирнов, Иван Буланов, Евгений Шевченко. Программа «События».